Российский регион, Республика Алтай. Первозданная красота привлекает в Республику до миллиона туристов в год. Отдых предлагают на любой вкус. Экзотика древних обрядов и обустроенные горно-лыжные курорты. Так чем ещё живёт Республика Алтай, узнала Анастасия Саховская. В Горном Алтае каждую минуту жалеешь, что нет крыльев, хотя здесь они словно вырастают. С высоты птичьего полёта, таёжные просторы на севере и степные, почти инопланетные пейзажи на юге, на самой границе с Монголией. Край неземной красоты и место первозданной стихийной силы. Весь год огонь кормит алтайцев. Раз в год алтайцы кормят огонь. Благополучие, семье, быту, коровы отделились хорошо, барана было больше. Чига-байрам. Белый праздник. Что-то вроде Нового года по лунному календарю. Моление вершинам гор, перевалам и рекам и подношение духом природы. Конечно, звучит голос Алтая. Ещё одна традиционная забава на весный Новый год – это катание с горки. Только вместо санок выделанные коровьи шкуры, а вместо горки – крутой берег заснеженной реки. Местные верят, что все беды остаются наверху, а внизу человека ждёт новая жизнь. Так что это не забава, а целый обряд. Но есть и просто развлечение – камчи, что в переводе – кнут. Виртуозное владение кнутом, конечно, в крови. Коренные алтайцы – скотоводы-кочевники. В Сыльюгемском национальном парке плотность населения меньше одного человека на квадратный километр. Хозяева тут дикие архары и домашние яки. Сельское хозяйство – одна из двух основных отраслей республиканской экономики. В основном – животноводство. Пашин почти нет, хотя именно в Горном Алтае находится одно из самых солнечных мест в России. Более 300 ясных дней в год. И одна из крупнейших солнечных электростанций. Участие в её запуске принимал президент. 10 мегаватт зелёной энергии – бесценный источник для края, где на первом месте – экология и туризм. 800 тысяч гектаров – десятая часть республики. Алтайский биосферный заповедник. С алтайского его названия Алтункёль переводится как «золотое» – Телецкое озеро. Второе по глубине после Байкала. Действительно глубокое настолько, что не замерзает даже в самые суровые морозы. А ещё это сокровище не только республики, но и всей планеты. Объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Глубина более 300 метров. Озеро прогревается за лето и как гигантский термос греет весь год. Здесь самое тёплое место в Западной Сибири. Уникальный озёрный микроклимат и кристально чистая вода. Очень вкусная вода. Ещё в эпоху планового советского туризма по берегам озера проходили всесоюзные маршруты. Сейчас прокладывают новые. Заповедный посёлок Яйлю принимает по 70 тысяч туристов в год. Но есть и обратная сторона популярности. Большой поток туристов, он также кроме дохода местному населению и познавательного туризма, он несёт ещё такие негативные последствия, как мусор, это различное загрязнение нефтепродуктами озера. Задачу наряду с Волгой и Байкалом сохранить и Телецкое озеро поставил в декабрьском послании Владимир Путин. В республиканском парламенте уже разрабатывают законопроект об охране жемчужины Алтая. В год экологии готовят заявку мирового уровня на создание первого в Россию геопарка ЮНЕСКО. В него войдёт 50 объектов. В том числе, например, место для алтайцев Сакральное. Слияние горных рек, зеленоватые чуи и бирюзовые котуни. Документы должны подготовить к октябрю. Это даст территории новый статус и приток гостей, прежде всего иностранных. Сейчас в Горный Алтай приезжает 2 миллиона человек в год. Но в основном автотуристы из соседних Кемерово или Барнаула. И самый большой в республике подъёмник на высоту более 1000 метров на озере Манжирок, куда активнее используется, когда тепло, как панорамная канатная дорога. Хотя, казалось бы, эти горы просто созданы для горных лыж. И вот в течение 10 лет уже чётко правительство понимает, что основное направление развития — это туризм. У нас прекраснейший регион, у нас красивейшие места. И нужно, чтобы постоянно здесь были туристы. И вот принято, что нужно и зимой активно развивать. Но есть то, ради чего едут круглый год со всей России, из Европы. То, что закупают у нас корейцы и японцы, фанаты альтернативной медицины. И то, чего не найти больше нигде в мире. Пантовые ванны — легенда горного Алтая. Вода такого цвета — отвар из пантов, неокрепших рогов морала. Их срезают раз в год. И считается, они впитывают особую целебную силу. Это концентратор его сил, его энергии, мудрости природы, тайны трав, которыми он питается, энергетики воздуха горного Алтая. И всё это призвано передать человеку. Олень и рога — ещё и традиционный сувенир, как и резные клыки дикого кабана. На затейливые узоры уходят от месяца до трёх. Теснёное кожаное седло, традиционное алтайское, на нём не сидели, а стояли. Они же воевали. Я царю на бойцов. А войлочные шубы с трёхметровыми подолами носили и мужчины, и женщины. На лошадь, чтобы садиться, и подал её. Вот так поднимали, поднимали и садились на землю. Узоры, как на артефактах, найденных в древних степных курганах. Деревня Купчегень. Всего на 500 жителей — центр возрождения национальных ремёсел. В горном Алтае традиции — это жизнь. Вот храм, прямо посреди Катуни. Местом уединения и молитвы скалистый остров Патмос был всегда, но в разное время церковь и общину закрывали. Возродили её в конце 20 века супруги-москвичи. Это место покорило их сердце. Так, приехав однажды, можно влюбиться навсегда в горный Алтай, остров природных сокровищ.